Всем привет! Вы слушаете подкаст «Уставчик Кир». С вами я, Миримус Монова. Худман Агай, Радзи Адзе. Снова мы с вами. И сегодня мы говорим об очень красивой песне «Танксыры». Худман, я предлагаю вам наиграть, чтобы слушатели поняли, о чем мы говорим. «Танксыры». 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 «Надеюсь, те, кто поют эту песню где-нибудь, на таких особенных стоях в машине, сегодня узнают о ней чуть больше». Да. Казахстан лучше заранее. Ну, в ютубе же можно найти, если поискать? Да, да. Почему-то одна из самых популярных песен в Казахстане, это вот эта песня «Танцы нет». Буквально вот пару часов назад я загубила, и выходят как раз тексты песен на казахском. И, что странно, очень многие ее воспринимают как казахскую народную песню. Тогда как на самом деле это королевская авторская песня, автор слов Аскар Исаев. Музыку написал Сахтарбек Джумавиев. И, в принципе, для тех, кто имеет отношение, наверное, к литературе и искусству, это значимые имена, потому что Аскар Исаев, он архитектор, а поэзия была его хобби, можно сказать, да, страсть. Очень круто. История гласит о том, что стихи были посвящены возлюбленной, любимой девушке Аскару, Марии. Потом уже выяснилось, что это Мария, это Мария Джей Мария Арматовна. Мы ее знаем. Музыка Музыка Я забыла спросить, как переводится танцыры? Сыр – это секрет. Сегодня многие, наверное, пользователи гаджетов это слово знают как пароль, то есть какое-то закодированное слово, а там – это утро. То есть это утро неизвестности, может быть, да, или… Ну, не можем же мы сказать это секретное утро. Ну, по крайней мере, я думаю, что если поэтически перевести, как волшебное, может быть, утро, но даже не сколько утро, сколько восход. Потому что тан – это когда просыпается солнце. И, кстати, не случайно эта песня так называется. Оказывается, когда молодой архитектор Аскар был влюблен в Марию, по каким-то причинам они не смогли соединиться узами брака, и это была большой трагедией для обоих. И, может быть, в горечи, как бы, в порыве, может быть, обиды, Мария принимает предложение японца, японского молодого студента, который тоже учился в те годы в Москве, и он ввозит ее в Японию. Как мы знаем, Япония – это страна восходящего солнца. То есть почему восходящее солнце? Там – танцеры. И мы здесь, допустим, найдем такие строки, я думаю, что это прямая отсылка. «Джалун бюрккен» – это тоже очень интересное, кстати, выражение. – «От» – это «Джалун бюрккен»? – «Джалун от» – в Японии есть вулкан, в Футизиама. Вулкан – это «Джанарто». «Джанарто» – это «Джанарто» – это «Джанарто». В этом городе, мы говорим, что «Джалун бюрккен джанарто». «Джанарто» – это вулкан. То есть мы сегодня, не зная определенную историю, можем просто судить о том, что красивые стихи есть любимый смысл. Но только разобравшись в предыстории написания этого стихотворения, можно понять, что за каждым словом есть такой подтекст. – Кутман, о вашей истории с нашим первым президентом, о том, что это было? Я слышала, что это ее любимая песня. Но только в клубе и уходи в неоткала ни одного человека, а мы не отчали одного человека. Мы не влагали,, ладно. «Масква!» – это «Джанарто». Мы вновь, не так знаешь. Мы не знаем, что это уже новое. Мы перейдем, разобождались. Мы перейдем, разобождались. Мы перейдем и ворушники. Они говорили. «Овuwдар». Я был в шестом столе, и не был профессор, но я не знал, что он не может искать. Танзырнық таралы бейін. Суырабан. Сағынғанда біргелерісін, сарығайғанда біргелерісін. Ирдап башты мүмкінді аскырықа еш. Тұраға қолы мейтет. Гөліпті, сағынғаны мекеліңге олманшу еш. Ошантып, біз өзім ошындай, историяқ, тарыққа тұш күліпті. Қазағыстанға орғанды. Түрде өз ба қамыз. Бары тарығыста жүріп. Анан ең артындандың құршет болу. Қырғыстандан келгендер, өз ең үрін үрін көрсет көлеудегендер. Чығып алып түрлен ғалып қомыс ойнады. Фақытының ағайы да қомыс біледі. Ситуация жараша көтерш керек. ҟімнің үрін бірге с Түрませіз ұл meinen fundamentals түрліп дүрі түрні. Құл қашы қамыс а dadioni. Да, үрі келген түрде не наперелет. Қазақшалайте бірлі үрін үл қазақтын үшділ жүре үшін қалды қамшын. үшін және апт seedsn жүрік іл бұл ұламыс түрде. Яції be, түркен бірлердің аударды. Когда Сардарбеку Джумалиеву понравились эти стихи, он, оказывается, вечно несколько раз общался с автором, с Асхаром Мисаевым, возможно, ну, я так думаю, может быть, даже были внесены какие-то корректировки в ритмику стихов, так часто бывает, когда композитор и поэт вместе работают, и Джумалиев точно знал предысторию этой песни, потому что он в своем интервью как-то говорил. Я прослушал несколько народных японских песен, чтобы понять мелодику и ритмику японской песни, то есть эта песня, почему она как бы вышла за рамки кыргызской среды, мне кажется, один из секретов музыкальных в том, что все-таки в ритмике, в мелодике этой песни есть нечто большее, чем традиционное кыргызский мелос, поэтому она, наверное, и казахам близко. Кстати, в отличие от хоргызской музыки, в казахской музыке есть пентатоника, которая является основой японской музыки. Получается, что Джумалиев хотел в подтексте, не явно, а очень аккуратно, да, в подтексте показать, что песня имеет отношение к кипуне, может быть, то есть к какой-то дальней стране. То есть пока я, ну, грубо говоря, профыгал наш с тобой зори, да, выбрала другую страну, где зори гораздо прохлани. В данном случае это слово, означающее, я не буду тебя допекать, добивать. То есть, допустим, ну, если ты уехала, да, я не буду каждый раз говорить, напоминать тебе, ты уехала, да ты же сама виновата. То есть, тавала вам, я тебе не буду упрекать и напоминать об этом. Артахбекем башкадиргум кыргаме. Неужели красоты другой страны лучше, чем наши? То есть это вот прямой на отъезд, да, в другую, далекую, чужую страну. Арбалсанда биркелерсинг, Аллатону кыргаме. Тоже интересное сочетание. А знаете, когда Арбалсанда понятие, как удаф-кролик, да, когда удаф смотрит на кролика, и он начинает дипломатизировать, вот это называется Арго. Арбалсанда, то есть даже если ты будешь оттуда начальными той другой страны, Арбалсанда биркелерсинг, все равно ты хотя бы один раз вернешься, Аллатону кыргаме, чтобы увидеть, да, свою родину, да. Арбалсанда биркелерсинг, то есть когда соскучишься, все-таки хотя бы один раз ты вернешься, Арбалсанда биркелерсинг. Здесь Арбалсанда биркелерсинг имеет два значения. Арбалсанда обычно говорят, когда пожилой возраст уже, да, когда осень, закат жизни, то есть пенсионный возраст, да, скажем. Очень часто, вы заметили даже в рекламных роликах, когда показывают людей там 60-70+, почему там осенние листья, да, там, припоминаете, да, такие кадры? Да, да. То есть Арбалсанда – это осень жизни, это одно выражение, одно понятие, а другое, обычно, когда у человека горечь, какая-то утрата, он теряет в лице, да, буквально желтеет на глазах, то есть исчезает в лице, да, куда сияр не в глазах, и говорит, саргай, саргай дыртым, то есть есть какая-то, значит, больный пример, саргылганда биркелесинг, саргайганда биркелесинг, ала полный кокольный. Блин. Я предлагаю именно его исполнением завершить сегодняшний выпуск. Спасибо большое всем за внимание. Надеюсь, вам было интересно. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА